Саалу алейкум, бей. Вот алейкум, сейчас увидимся. Мир дома вашему. Мы пришли возвестить великую радостную весть из этой книги, известную нам, что Иисус Христос, распятый на кресте, в третий день воскрес и дарует спасение всем. Ну ты молодым надо объяснять, чтобы они это самое чудо не творили, блядь. Чуть-чуть. Так, вы такую книгу читали? А, конечно. А что тут написано? Ну это по-арабски я не могу читать. А по-русски? Вы читали эту книгу-то? Хотя читали хоть раз? Да. Пятая сура, 47-й и 66-й аят о чем говорит? Ну я не знаю. Там написано, мы люди Писания. А Писанием называется Библия. Там о нас написано, о христианах. И нам Бог дал и не жил, там написано. И жил это Евангелие. И Всевышний говорит, по нему и поступайте. Не обманывайте людей. То есть, называйтесь верующим, а сами пьете, аборты делаете. А так нам, христианам, упрек. Но мы вот живем, у нас этого нету. А вот можно один вопрос дать? Только без ругани. Хорошо. Свинья кушаешь? Миленький ты мой. Мы не только свинью не едим. Мы даже никакого мяса не едим. Ни птицу, ни куриц, ни баранов. Хотя все есть. Мы просто воздерживаемся. А это и лучше подать нуждающимся, бедным. Мы не пьем. У нас грамма нет никакого алкоголя. Ни вина, ни брашки. Но это две наши общины. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Вы подойдете под это? Конечно. Не курите? Наркотики не принимаете? Нет. Не сквернословите? Нет. Молодец. Удачи тебе, бедуля. Мы можем вам сказать больше. Мы много проехали. У меня 38 томов книг вышло. Прошли 120 тысяч километров. И 6 мусульманских стран прошли. Республик. И Турцию. И скажем, что с нами мусульмане нигде плохо не поступили. Где мы встречались с ними? Очень уважительные люди. Самаркани были? В эту сторону не ездили мы. Сразу пошли на Европу. А эти нам страны, это известно. Я раньше там ездил. Из Самарканда. Ташкент. Алмата. Тогда была Фрунзе. Сейчас Бишкек. У нас там родственники. Мой отец там похоронен. Рядом. В Дешавле. Где? В Дешавле. В Италии был. В Сталинбаде. Нет. В Юг. Туда мы не повернули даже. Мы три года в миссионерской поездке были. На юг туда мы даже и не ходили. Там трудно с визами и вообще. Мы были здесь в Чечне. У меня есть благодарность от Рамзана Ахматовича Кадырова. Понял. Ну, тебе блага нет. И вам желаем примириться с Богом, чтобы после смерти были в раю. Без Христа нет спасения. Быть добрыми. Это уже исполнение заповеди. С Богом. Сейчас он с ним разговаривал. Бога нет. А куда он делся? Только что утром молились, и вдруг не стало его. Куда же он делся? Ну, такое бывает. Ты просыпаешься, он есть, а потом хоп, ты становишься адекватным человеком, и Бога нет. Ну, как так нету? Куда же он делся-то? Ну, смотрите, смотрите. На земле. Если Бог есть, то почему люди-то умирают везде? Почему так много бедности, так много убийств и злости? На этот вопрос отвечает Иоанн Златоус, константинопольский патриарх в конце 4 века. Он говорит так, Бог справедливый? Все отвечают, да, справедливый. Хорошо. А на земле справедливость есть? Он говорит, нету. Богатые грабят, разворовывают страну. Правильно. Так сказать, Бог справедливый, а справедливости нету. Значит, справедливость где-то в другом месте. А где? За гробом. Будет суд Божий, как писал Вермонтов на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, и он ждет. Он недоступен. Слушайте, а дети рождаются больные с огромными инвалидностями. Что они сделали? Так. Да, да. Отвечаю. Один Бог знает, что из этих детей будет. И Господь вовремя их забирает, пока они не нагрешили. Они же страдают с самого детства. Они же чистые души. Никому ничего плохого не сделали. Ничего, потому что за страдания Бог обещает награду. Какие страдания? Вы понимаете, что дети не могут даже нехорошо говорить. Только не ругайтесь. Не ругайтесь только, чтобы ни одного мата не было. А я сказал матом что-то? Я сказал заранее. Смотрите. Я ни в коем случае даже сам не могу говорить. А вы слышали Серафима Саровского такого? Нет. Я не особо интересуюсь религией. Как? Серафима Саровского не слышали? Надо же. А Жириновского слышали? Подождите, а вы стримите сейчас? Да. Ну я отвечаю здесь. А Жириновского... Вы меня трансферируете куда-то? Жириновского слышали? А вы не отвечаете на вопрос. Ну я сначала отвечу. Жириновского слышали? Конечно, конечно. Ну как же Жириновский и Серафим Саровский-то? Это он и есть? Интересно. Прошли выборы. Жириновский Владимир Вольфович и говорит. В Санкт-Петербурге за Ксению Собчак проголосовала больше, чем за меня. Да какой же народ-то? Я основал партию ЛДПР. Помогаю людям. У него два высших образования. Полковник. И она кто такая? Он называет ее своими словами. И вы точно такой же сравнили. Серафим Саровский-то величина недостижимая. Никому сегодня. Это был такой святой. Русский святой. Очень известный. Серафим Саровский. Дивейская обитель. Как это? Живете в России, Серафима не знаете. А Яна Кронштадтского слышали? Подождите. Я ответил на ваш вопрос. А вы меня куда-то транслируете или нет? Так, давайте, говорите. Вопрос ваш. Вы меня сейчас куда-то транслируете или нет? Да вам зачем спрашивать-то все это? Мне просто интересно. Ну, вы, если верующий человек, вам чего это будет бояться-то? Что? Ну, допустим, мы с вами разговариваем на улице, и прямой идет репортаж. Прямой, онлайн. Отметивайтесь. Вы можете к ним ответить. Знаете, сейчас с кем встретишься, как зовут, как дела? Я говорю, вы один вопрос задайте. С чем мы можем быть полезны друг для друга? У каждого свои таланты. Поделимся, мы разойдемся более обогащенные. Что вы трясетесь-то, прям, молодой человек? Почему вы не можете ответить на вопрос? Я ни разу такой вопрос никому не задал. Никогда. Зачем это? То есть на меня влияет? Никак это не влияет. Мне это влияет? Мне интересно. Мы в очах Божьих все время находимся перед Богом, перед живым. А вы какой-то железки боитесь. В смысле, я никого не боюсь, мне просто интересно. А почему вы не можете просто ответить? Я просто вам отвечаю, чтобы... Понимаете, вы должны объемно мыслить. Не просто. Ну, давайте сейчас транслируйте. Еще раз говорю. Серафим Саровский сказал так. Щадо возлюбленное. Вот эта комната вся наполнена одними червями. И каждый червь тебя грызет во всех направлениях. Ну, немного, лет сто потерпеть надо ради Царства Небесного. А вы дети, ребенок. Он еще ничего не понимает. И Бог его забирает, чтобы он не сделался подонком здесь. Наркоманом, блудником, сквернословом. У Бога план свой. А наркоманы, они вынуждены гореть подон? Значит, это я. Вы когда последний раз молились? Никогда. Никогда. То есть, в первую очередь, вы крайне неблагодарный человек. Бог дал солнце, землю, воздух, еду. А я не благодарю за что? Так, первое. Второе. Вы когда хлеб едите, знаете, что он вам не принадлежит? В смысле, я купил его, он мой. Купил? А его там-то кто-то ростил? Ну, да. И за это заплатили деньги, которые... Да деньги ни при чем. Бог дал дождь. Бог дал солнце, дал землю. Вы маленько-то подумайте, откуда это все взялось. А куда вы мне транслируете? Можете мне сказать, пожалуйста. Вы задавайте вопрос только один. Как спасти душу? Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. А как вас зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. Как? Можешь поставить, пожалуйста, помедленнее? Еще раз говорю. Что вам еще нужно? Имя ваше. Я вам сейчас только говорил. Я не услышал. Вы хорошо слышали. Нет, ну я не... Я вам ответил полностью. Место, как в паспорте, дату рождения. Все ответил. Я не успел записать, понимаете. Вам зачем... Загуглить. Вам зачем записывать это? Мне интересно, куда вы мне транслируете. Вам только забота сейчас. Как будто жулик за свою шкуру трясется. Еще вы себя унижаете. Я ни в коем случае не заколочу. Ну зачем вам это нужно? Интересно просто. Куда чего? Успокойтесь. Никто вас арестовывать сегодня не будет. Я спокойный. Это боятся алименщики. Как бы жена его не нашла. Я иду по улице, меня останавливают. Можешь вас в интервью взять? Любой. Снимают для студии. Приезжают, фильмы снимают. Мне радости нет. Люди, которые первый раз режиссеры ко мне приезжают. Обо мне снято три фильма. А у вас три фильма снято? А? А у вас три фильма снято? Три фильма. Один занял первое место на международном киноконкурсе. Второе место в России. Документальные фильмы. А как называется? Один называется «Причувствие». Золотой Витязь в Югославии взял. Причувствие. Да. А второй «Златоус из Потеряевки». Это мое прозвище. Златоус от Потеряевки? Златоус из Потеряевки. А теперь вы зарядите мой канал. Самый большой в интернете у меня канал. Самый большой. На всю мировую сеть. И вы там все... Вы там увидите звать как и что мы... У меня двадцать с половиной тысяч роликов. А вы Владимир Кузнецов? Сорок шесть миллионов просмотров. Это невероятно. Ну, вас интересует это? Я вам сейчас буду говорить. Вы будете открывать и все узнаете. Да, я это сейчас занимаюсь этим. Зарядите. Называется «Во свете Библии». Канал «Во свете Библии». Канал в Ютубе. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Свет от нее падает. Мампускай звонить. Лапкин Игнатий Тихонович. Как? Молодой человек. Вы давно обкалывались или выпивали? Как так? Нет. Я не пью. У вас вроде взгляд нормальный и все. Два раза отвечаю и ноль внимания. Так вы просто говорите быстро. Я какое-то у вас имя просто не знаю. По буквам я отвечаю вам. Давайте, я готов. Давайте. Вы сейчас откройте канал и там увидите. Так, давайте. Собрался. Мое имя там сразу. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Пишите. Вас-то как звать? Алексей меня зовут. Алексей означает помощник. Мне достаточно одного раза. А я глухой. Вы трезвый, хороший. Слышите? Три раза говорю, не можете запомнить. Где мозги-то? В смысле? Как правило, мозги-то просто невнятно. Вы говорите как-то на повышенном уровне. Я говорю очень внятно. Я вас не понимаю. Еще себе. В интернете 50 книг моим голосом насчитаны. А вы говорите... Да. Это что-то означает, что... Вы зайдите на мои книги. У меня 38 томов вышло книг. 40 томов, стихов. Каждая книга по 800 страниц. Знаете, я вас, по-моему, видел уже где-то год назад здесь. Да. Вы часто здесь появляетесь и вы несете людям религию. Вы ищите полезного, а не от страха дрожите, как заяц под кустом. Я дрожу разве? Не надо. Я такой вопрос в жизни не задал бы. Мне 81 год. Ну, мне кажется, просто что-то как-то низко, что вы кого-то снимаете из патишка. А вас это... Зачем еще из патишка? У нас везде написано. Идет видеозапись для интернета. Это в храме, везде написано. Ни где не написано. И вы даже не могли толком ответить на вопросы. Успокойтесь. Я спокойный, смотрите. Да не надо, не надо. Вы сколько раз уже спрашиваете? Что я спрашиваю? У вас оснований нет бояться, если вы честный человек. Я не честный человек. А, вот оно и начинается. А я не боюсь нигде. Меня везде снимают. Вот в Mail.ru 24 тысячи фотографий. И как вам? Это не выскажешь. Наши фотографии берут на разные издательства. И в мировой прессе. На журнальные обложки. В Mail.ru. То есть вы довольно-таки популярный человек, насколько я понимаю. Ну, это Бог делает. Иоанн Златоуз говорит, слава имеет определенное свойство. Кто за ней гонится, она от него убегает, как целомудренная невеста. А кто от нее убегает, она за ним гонится. Так я ко второму слою отношусь. Мне это не надо. Я работаю. Меня всю жизнь гнобили. Я за слово Божие пять тюрем прошел и лагерь смерти. Мне ешь. 26 лет меня выкручивала прокуратура и психиатрия. И ничего не могли сделать, потому что со мной Бог. Мы каждый день молимся, семикратно в день. После утренней тресвятого сто поклонов. Я прошу, и Бог сразу дает. Со всего мира ко мне просьбы идут помолиться. А вы можете помолиться, чтобы у меня было материальное состояние хорошее? Сначала расскажите, во сколько вы встаете? Ну, смотрите, сейчас в пять утра. А я еще не ложился. Вот видите, вы начинаете думать. Вы меня спросите, во сколько встаете? Во сколько вы встаете? Мы встаем всегда в выходные, в отпуске одинаково. В 4.40 по местному времени. Всегда одинаково. Так, первое, 4.40 завтра вставайте. Я вам сейчас дам расписание. И у вас жизнь изменится сразу. Изменится сегодня к вечеру. Примите решение. Так, у меня проблемы со сном, понимаете? А я, заметьте, я слово «проблема» истребил. Вообще в лексиконе не употребляю ни перед студентами, ни по радиопрограммам, которые приходится вести. Нигде. Заменился двумя словами «нерешенный вопрос». У меня нерешенный вопрос со сном. А вот смотрите, Алексей, я был говорить не о себе. В стране, мне пишут, министр внутренних дел Нургалеев сказал, что 3,5 миллиона беспризорных. Не знаю, но проблема такая. Я говорю, не проблема. Я сразу же образовываю детский лагерь. Продолжение следует...